МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Противостояние в Марнеуле нацдвижении удалось отстоять кандидата на пост главы местной администрации. Громкое расследование громкого дела МВД объявило о раскрытии, похищении и убийстве офицера разведки. Семидесятилетие открытия Западного фронта. Чего ждут политики от высадки в Нормандии Владимира Путина? В Марнеуле сегодня было шумно. Сторонники Единого национального движения протестовали против решения окружной избирательной комиссии. Последняя планировала снять кандидата на пост главы районной администрации от главной оппозиционной силы страны. Впрочем, несогласные взяли здание комиссии штурмом. И не только его. Тему продолжит София Тетрадзе. Это председатель окружной избирательной комиссии. А у него над головой стоит бывший мэр Тбилиси, один из лидеров Единого национального движения Гиги Угулава. Итак, два с лишним часа. Первый пытается подписать указ о снятии с выборов кандидата от оппозиционного движения Ахмеда и Мамкулиева. Второй уничтожает документ за документом, не давая члену комиссии поставить решающую подпись. На улице все это время громко и яростно протестует толпа. Это сторонники Единого национального движения и стало быть потенциальные избиратели Ахмеда и Мамкулиева. Причем таких убедительно много. Этнические азербайджанцы, которые составляют 86% населения Марнеули, предпочитают кандидату от грузинской мечты, грузину по национальности, своего земляка. По крайней мере, так говорят сторонники Мамкулиева. Депутаты грузинской мечты лично подходили к господину Ахмеду и Мамкулиеву, просили, чтобы он снял свою кандидатуру. И вы знаете, наверное, они чувствуют и знают, что Ахмед Имамкулиев будущий руководитель этого района. И основная часть населения поддерживает Ахмеда и Мамкулиева. Этот мандраж, который находится сегодня на карту летственного балла, естественный. Это абсолютно позорное решение, что лишить нашего кандидата права баллотироваться на выборах. Все должно решаться на честных выборах. Вот такими методами, чтобы человеку что-то там в документах, что-то ему скалькулировать, сколько дней он был в Грузии, сколько дней он выезжал. Пардон, гражданин Грузии, полноправный гражданин Грузии, он живет в Марлеули, он живет здесь. У него есть бизнес, он человек дела, он, конечно, ездил по разным странам, но он живет здесь и имеет полное право баллотироваться. Все началось после того, как в комиссию было внесено заявление от малоизвестной МПО под названием Ассоциация свободного развития и защиты прав. Заявители утверждали, что кандидат от оппозиции принимать участие в выборах не имеет права, поскольку последние два года не проживал в Грузии. Впрочем, сам кандидат уверяет, что отлучался лишь на время. Это дела. Они всего лишь берут, исходя от того, что я выезжал из Грузии, хотят меня удалить с этих выборов, это не получится. Потому что я проживал в Грузии, я гражданин Грузии, я по бизнесу выезжал из Грузии. Это, по-моему, нормально. Каждый гражданин Грузии может выехать и приехать в Грузию обратно. Исходя от этого, никто не может ничью кандидатуру убрать. Лидеры оппозиции осуждали кабинет председателя местной избирательной комиссии безвылазно. Они ждали шести часов вечера. Именно в это время сегодня истек срок периода, в который допускается снятие кандидатов и аннулирование избирательных списков. Впрочем, задолго до шести комнат в десять квадратных метров пополнилось еще и полицейскими. Они пришли вызволять председателя комиссии целым нарядом. Впрочем, силой вывести негодующих оппозиционеров так и не осмелились. Противники власти оборонялись депутатским иммунитетом. Заветный час настал оппозиции, убедившись в том, что журнал избирательной комиссии закрыт, как и обещали, покинули здание почти без чувств. Их толпа встречала как героев. А пока оппозиционеры праздновали маленькую предвыборную победу, председатель избирательной комиссии ставил свою подпись, правда уже под другим документом, жалобой на оппозиционеров. Впрочем, представители СМИ на это мероприятие не пустили. Софи этот раз Александр Габелия. Итоги ТВ-3. Неплохие доходы демонстрируют сотрудники службы доходов. Новые интересные сведения о том, как хорошо работают местные чиновники. Согласно данным, опубликованным Институтом развития свободы информации, в 2013 году в службе доходов Грузии 12 должностных лиц в качестве премии получили в общей сложности 514 890 лари. Отсюда премия, полученная руководителем службы Лаши и Хуцешвили, составила 62 540 лари. Что касается его заместителей, Каха Цецхладзе получил 65 850 лари, Иракли Шартава 63 400 лари, Георгий Бакрадзе 65 400 лари, Руслан Ахалая 58 900 лари. В том же 2013 служба доходов обновила автопарк. В частности, 101 автомобиль общей стоимости в 720 200 лари был заменен на 148 автомобилей общей стоимостью 6 626 858 лари. Генеральная ассамблея ООН приняла представленный Грузии проект резолюции о праве возвращения жителей оккупированных грузинских территорий, Абхазии и Цкинвальдского региона. За документ проголосовали 69 стран против 13. Инициированную в 2008 году резолюцию Грузия выносила на рассмотрение Генассамблеи все последующие годы. И с каждым разом количество стран, поддерживающих резолюцию, увеличивалось. Новые разногласия в высшем руководстве Грузии. Президент страны Георгий Маргвелашвили придерживается отличной от позиции премьер-министра Ираклия Горибашвили точки зрения с событиями, развивающимися в Абхазии. Напомню, согласно вчерашнему заявлению Горибашвили, вмешательство России в процессы, имеющие место в Абхазии, необходимо подтвердить и проанализировать. По мнению премьера, то, что происходит в Сухуми, внутренние кадровые перестановки. Между тем, президент страны Георгий Маргвелашвили на просьбу журналистов прокомментировать слова главы правительства, сказал, моя вчерашняя оценка аналогична сегодняшней. 3 июня на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарии Дидье Бургхальтером Георгий Маргвелашвили, напомню, заявил, что события в Абхазии показывают, цитирую, «прямое открытое вмешательство России в жизни наших граждан». Гиги Угулава остался без обвинителей. Ни один из четырех прокуроров не явился на судебный процесс по делу бывшего мэра Тбилиси. Как заявила судья Майя Шишашвили, после начала судебного заседания прокуроры Сагулашвили, Каранадзе, Дзнеладзе и Корчава отправились в Батуми в командировку в связи с конкретным уголовным делом. Кроме этого, 12 и 14 июня они намерены принять участие в семинаре по вопросам кибербезопасности, в связи с чем попросили перенести процесс на более поздний срок. Прочем, сам обвиняемый уверен, реальной причиной отсутствия прокуроров на судебном заседании является попытка растянуть процесс до окончания выборов в органы местного самоуправления. Государственное обвинение осуществило сегодня собственную иллюстрацию. В частности, оно показало, что является очень слабым, неэффективным и включено в политические игры. Невозможно посмотреть на это без юмора. Понятно, что этих людей нет ни на каком семинаре, и они не осуществляют никакой прокурорский надзор. Это делает понятным страх Гарри Башвили в случае моего восстановления на посту мэра. Он боится, что я приду на заседание правительства и посмотрю в глаза этому обманщику. Этот страх, как видно, перешел к нему от Иванишвили, когда я столкнулся с ним также на заседании правительства. Напомню, Гиги Угулава был отстранен от должности мэра Тбилиси решением городского суда в декабре 2013 года. Это решение вскоре было обжаловано в апелляционном суде, который оставил его в силе. В свою очередь, в мае текущего года Конституционный суд Грузии вынес решение в пользу Угулавы. Это уже третье уголовное дело против бывшего столичного градоначальника. Ранее Угулава был обвинен в том, что незаконно завладел телекомпанией и медиа и создавал фиктивные рабочие места для активистов единого национального движения. Министерство внутренних дел Грузии раскрыло дело о похищении и убийстве офицера разведки Паты Кардава. Об этом в ходе чрезвычайного брифинга сообщила руководитель службы по связям с общественностью МВД Нино Георгубияни. Следствием установлено, что Кардава был похищен спецслужбами 27 августа 2008 года из Зугдиди. По поручению начальника Абхазского отделения главного управления Департамента конституционной безопасности МВД Романа Шаматава, Кардава был доставлен в Батуми. Его обвинили в сотрудничестве с абхазскими сепаратистами, избили, затем вывезли в Открытое море. Там Шаматава выстрелом в голову убил Пату Кардава и выбросил тело за борт. Возбуждено уголовное дело по статьям 143 «Незаконное лишение свободы» и 109 «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах Уголовного кодекса Грузии». Следствие ведет в Главное следственное управление Агентства государственной безопасности. Сам Роман Шаматава уже задержан по другому делу о взрыве двух пассажирских автобусов, произошедшем в селе Хурча 21 мая 2008 года, в день парламентских выборов. При этом, по словам адвоката, бывшего высокопоставленного чиновника Конституционного департамента Грузии Романа Шаматава Ромео Саджае, тело офицера разведки Паты Кардава не найдено. Соответственно, этот человек может быть жив и обвинять Шаматава в умышленном убийстве является полным абсурдом, считает адвокат. У меня пока нет материала в дело. Я говорил со следователем и пришел к выводу, что тело Кардава не найдено. Соответственно, этот человек может быть жив и обвинять Шаматава в умышленном убийстве является полным абсурдом. Кроме этого, к самому делу Шаматава не имеет никакого отношения. Рота грузинских военнослужащих направляется в Центральную Африканскую Республику. По информации Минобороны, завтра состоится церемония проводов. Грузинские военные примут участие в миротворческой миссии, которую осуществляет Евросоюз. Брюссель обратился к Грузии соответствующей просьбой в феврале. Верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон прислала официальное прошение на имя министра иностранных дел Грузии. Правительство страны поддержало включение грузинской стороны в миссию под эгидой Евросоюза и ООН. Человек около 40 получили пулевые ранения. Насилие не прекращается. Строительство новой автомагистрали Тбилиси-Руставе завершится к концу 2015 года. Сегодня с ходом строительных работ ознакомился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Информацию о проекте главе правительства предоставили министр регионального развития инфраструктуры и губернатор Куэмо Картли. По их словам, после завершения строительства автомагистрали из Тбилиси-Руставе можно будет доехать за 15 минут. Работы ведутся на первой и третьей секциях автомагистрали Тбилиси-Руставе. У компании всего два месяца на полную мобилизацию. Она предусматривает постройку соответствующих заводов и земельной работы. Сейчас мы получаем все необходимые лицензии. Это важно, потому что магистраль Руставе-Тбилиси всегда была переполнена, происходили аварии. После того, как данный проект будет осуществлен, движение разгрузится и будет более безопасным. Вместе с тем сократится время на дорогу из Тбилиси до Руставе. Еще один плюс в том, что строительство дало работу местному населению. Грузинский рынок привлекает иностранные компании. Сегодня в Тбилиси открылось официальное представительство организации QNET. Одного из лидеров в области электронной коммерции. Новый офис должен стать посредником между потребителем и самой организацией. На церемонии открытия побывала Хатуна Конжаре. Легкое движение руки и ленточка перерезана. С этого момента в Грузии официально начинает свою работу крупнейшее в мире и стремительно растущее сообщество онлайн-торговли и бизнеса. QNET, по словам учредителей, место совершенно нового типа. Организация, объединяющая здоровых, счастливых и успешных людей. Здесь неважен возраст, цвет кожи, пол или социальное положение. В компании рады всем, отмечают ее представители. Для нас большая честь открывать представительство в Грузии. Это многонациональная страна с динамично развивающимся рынком. У Грузии большой потенциал. Наша компания существует уже 15 лет. Она основана в 1998 году. Мы рады быть сегодня здесь. QNET открывает свои представительства по всему миру. У нас есть офисы в Дубае, Абудабе, Малайзии, Китае, Армении, России, Таджикистане и многих других странах. Азиатская компания, основанная в Гонконге, стремится в Европу, отмечают ее учредители. Грузия – первая остановка. Здесь QNET намерен серьезно обосноваться. Как заявляют представители компании в области электронной коммерции, Грузия способна стать региональным лидером. Кульминация мероприятия. Участники церемонии посадили ореховое дерево, которое также называют древом жизни. Этот факт, по задумке организаторов, ознаменовал прочное партнерство между Грузией и иностранной компанией. Стороны договорились встретиться у этого самого дерева спустя много лет плодотворного сотрудничества. Гостей в грузинской столице встречали со всеми почестями, угощали хлебом с солью, подготовили культурную программу. Грузинская сторона нас у зрителей представила символичный спектакль, подготовленный учениками польской школы имени святой королевы Ядвиги. Красная шапочка в сказках разных народов мира. Кьюнет предлагает широкий ассортимент. Ассортимент товаров до двухсот наименований различных продуктов. Среди них косметика, средства по уходу за телом, ювелирные изделия из полудрагоценных камней, эксклюзивные швейцарские часы, различные пищевые добавки и продукты для улучшения здоровья. Кьюнет работает по принципу прямых продаж. Товары предлагаются потребителю независимыми консультантами. Грузинский офис выступит в роли посредника между организацией и покупателями. Еще одна положительная сторона проекта – новые рабочие места, которые организация может предложить местному населению. И к международным темам Франции в ожидании торжественных мероприятий, посвященных 70-летию высадки союзных войск в Нормандии, открытию Второго фронта. Среди приглашенных главы 18 государств, в том числе Владимир Путин. Это будет первая встреча лидеров Запада с президентом России после начала украинского кризиса. Ожидается, что основной темой формального и неформального общения станет ситуация вокруг Украины. Чего ждать от высадки высокопоставленного политического десанта в Нормандии? Смотрите в нашем сюжете. Ветераны и мировые лидеры съезжаются во Францию, чтобы принять участие в праздновании 70-летия высадки союзников Нормандии. Крупнейшая в истории десантная операция, известная как «День Д», ознаменовала открытие летом 1944 года Западного фронта. Мероприятия 6 июня по традиции проводятся как символ примирения, поэтому в них участвуют как страны антигитлеровской коалиции, так и те, кто сражался на стороне Третьего рейха. Я все время думаю о наших товарищах, которых мы потеряли здесь и в других местах. И у меня слезы на глазах. Вы не можете их видеть, но они есть, так как я потерял очень многих друзей. Впрочем, празднование Дня Д обещает стать не только мемориальным событием, но и одним из самых напряженно ожидаемых с политической точки зрения. Хотя торжества по случаю высадки союзников Нормандии всегда соединяли память с политикой, пожалуй, никогда еще ситуация не была такой неясной и потенциально скандальной. Западные СМИ не применули отметить. Высадка Владимира Путина демонстрирует, что память входит в противоречие с политикой. В этом году российский президент станет на праздновании полужеланным гостем. Он представляет союзника по Второй мировой, противника по Холодной войне, будущего друга в период после развала СССР и современного недруга в борьбе за Украину. Франсуа Алланд, позвавший Путина на церемонию задолго до кризиса на Украине, не отказался от приглашения и после обострения отношений российского лидера с коллегами по международной арене. Объяснив это невозможностью забыть, что во Второй мировой войне погибли миллионы русских. Впрочем, другие лидеры тоже признали, что визит Путина отменить невозможно. Некоторые надеются, что годовщина может создать предпосылки для кратких личных контактов российского президента и, возможно, будут сделаны первые шаги для выхода из кризиса. Да и сам Владимир Владимирович уверяет, он ни от кого бегать не будет и, конечно, пообщается со всеми. Что касается отношений с Обамой, я не забыл этот вопрос. У меня нет основания полагать, что он совсем не хочет общаться с президентом России. Но, в конце концов, это его выбор. Я всегда готов к диалогу и думаю, что диалог – это лучший способ навести мосты. До сих пор мы с ней общались, созванивались, говорили по телефону. Готовится к встрече и Барак Обама. Как видно на кадрах, снятых в спортзале варшавского отеля, американский лидер намерен подойти к возможному диалогу с имеющим черный пояс под дзюдо Путиным в хорошей физической форме. Изначально в Нормандию были приглашены лидеры 17 государств, причем из республик бывшего Советского Союза только России. Как заявили представители Елисейского дворца, потому что лишь Москва является правоприемницей СССР. Однако после проведения президентских выборов на Украине персональное приглашение от французского лидера получил победивший на них Петр Порошенко. При этом Франсуа Аллант уточнил, что позвонил российскому президенту, чтобы предупредить его о приглашении Порошенко. И тот не стал возражать. Я считаю, что у господина Порошенко есть уникальный шанс. У него пока руки не спачканы кровью, и он может приостановить эту карательную операцию и начать прямой диалог со своими гражданами на востоке и юге своей собственной страны. Ну а сам новоизбранный украинский президент заявил, будет очень символично, если в Нормандии мы сможем начать процесс мирного урегулирования на Украине. И добавил, сразу после инаугурации, который состоится на следующий день, 7 июня, он будет готов представить план мира и стабилизации ситуации на востоке страны. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко официально объявлен мэром Киева на заседании городского совета. Ранее Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия депутата в связи с избранием на пост городоначальника украинской столицы. Сегодня мы создаем новую страну, страну свободных граждан. Изменения начнутся со столицы, с Киева, заявил Кличко, выступая перед новоизбранными депутатами Киевского совета. Его первое заседание прошло в Большом зале в здании городской администрации, которая удерживалась участниками Евромайдана с 1 декабря прошлого года. Накануне там сделали уборку и провели косметический ремонт. При этом выше второго этажа по-прежнему находятся представители самообороны Майдана и журналистов туда не пропускают. Ранее Кличко призвал митингующих освободить центр украинской столицы и, в частности, восстановить движение по Крещатику. Большая «семерка» тем временем готова наказать Россию новыми санкциями из-за ее действий в отношении Украины. В совместном заявлении лидеры G7 осудили Москву за, как они выразились, продолжающиеся нарушения суверенитета соседней страны. Именно украинский вопрос стал основным в повестке первой встречи лидеров ведущих экономик мира после того, как формат G8 перестал существовать из-за присоединения России и Крыма. Собравшаяся в Брюсселе «Большая семерка» попытается воспользоваться итогами президентских выборов на Украине, чтобы добиться урегулирования между Москвой и Киевом. Президент США Барак Обама и европейские лидеры предупредили Кремль о том, что введут более жесткие экономические санкции, если Россия не прекратит свое содействие насилию на востоке Украины. «Мы готовы подумать о существенных дополнительных мерах ограничения, если того потребует обстановка, и это приведет Россию к новым издержкам», отмечается в совместном заявлении лидеров ведущих экономик мира. Впрочем, основное внимание было уделено вопросу о том, как воспользоваться убедительной победой Петра Порошенко на выборах и подтолкнуть Киев и Москву к прямым переговорам. Резко критикуя российского президента Владимира Путина, Обама в то же время всячески подчеркивает наличие возможностей для восстановления доверия между Москвой и Западом, отмечая, что это будет зависеть от действий Кремля в отношении Украины в предстоящей неделе. Канцлер Германии Ангела Меркель также просигнализировала о том, что возможности для дипломатического прорыва существуют. «Мы ясно дали понять, что мы хотим продолжить наш трехэтапный подход. Это поддержка Украины в экономических вопросах, переговоры с Россией. Ну а если по этим вопросам не будет прогресса, тогда остается возможность санкций, более жестких санкций». Впрочем, о санкциях пока говорят неохотно. Западные лидеры заявляют, их немного обнадежила реакция Путина на президентский выбор на Украине. И, похоже, они склонны предоставить Москве кредит доверия. Украинская тема доминировала в разговорах сильных мира сего за обедом в Брюсселе. И она наверняка займет важное место на пятничных мероприятиях во Франции в честь 70-й годовщины высадки союзных войск Нормандии. Туда должен приехать и главный виновник дискуссии – Владимир Путин. И там же может состояться его неформальная встреча с Бараком Обамой. Первая с тех пор, как украинский конфликт привел к насилию в этой стране. Ранее в Варшаве Обама обвинил Кремль в использовании на Украине темной тактики прошлого века и пообещал противостоять российской агрессии в Восточной Европе. Дни империи и сфер влияния закончились. Большим странам нельзя позволять запугивать маленькие или навязывать им свою волю под дулом автомата, когда люди в масках захватывают здания. Дальнейшие российские провокации приведут лишь к усилению изоляции и к новым потерям для России. Пролив так много крови и потратив так много средств на объединение Европы, как мы можем допустить, чтобы темная тактика 20-го столетия стала определяющей чертой нового века. Впрочем, варшавская речь Обамы на наблюдателей особого впечатления не произвела. Президенту США необходимо демонстрировать жесткость, когда он говорит о защите союзников. А вот с российским коллегой в Нормандии Обама будет куда более вежливым, считают аналитики. В Вашингтоне прекрасно понимают, без Москвы решить украинскую проблему невозможно. А значит, с Владимиром Путиным придется договариваться. Цинизму нет предела. Так, премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Большой Семерки о действиях украинской армии на Донбассе. Страны G7 назвали спецоперацию силовых структур сдержанной. Медведев возмущен, что на Западе и в самом Киеве не видят гуманитарных проблем на востоке Украины. Заявление властей страны об отсутствии беженцев с Донбасса премьер назвал враньем. В утверждение у главы правительства число вынужденных переселенцев, перешедших на территорию России, составило уже 4000 человек. Другие цифры приводит уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов. Он заявил, что только за последние сутки в Ростовскую область были вынуждены бежать более 8000 граждан Украины. Большая семерка в ходе саммита в Брюсселе не обошла вниманием и ситуацию на Корейском полуострове. Страны G7 осудили программы КНДР по развитию ядерного оружия и баллистических ракет. Группа 7 считает, что международная изоляция Пхеньяна должна быть продолжена. Но в Москве исключенные из элитного клуба так, судя по всему, не считают. Россия углубляет сотрудничество с Северной Кореей. Две страны решили уже в июне начать вести расчеты в рублях. Как заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, по итогам заседания межправительственной комиссии, Москва спишет за должности Пхеньяна, а последний облегчит визовый режим для российских инвесторов и сотрудников российских компаний. Такие льготы режим Ким Чен Ына не предоставлял ни одной стране, даже соседнему Китаю, главному союзнику и во многом защитнику КНДР. Еще одна страна, загнанная Западом в международную изоляцию, и теперь выходящая из нее Иран. Тегеран, как и Пхеньян, обвиняют в попытке обзавестить ядерным оружием. Но после того, как Исламская Республика пообещала шестерке посредников заморозить разработки, часть санкций была с нее снята. Впрочем, от антизабанной риторики власти Ирана не отказались. Духовный лидер страны Аятала Хаминеи в 25-ю годовщину смерти своего предшественника и основателя Исламской Республики Аяталы Хаминеи вновь обрушился с критикой на США и Европу. Последняя, по его мнению, поставила себя на службу интересам Соединенных Штатов. ЕС должны ждать дня, когда Америка нанесет удар в спину, предупредил Хаминеи. Аятала также выразил уверенность, что в отношении Ирана США силовых мер не предпримут. Соединенные Штаты поняли, что военная интервенция представляет угрозу как жертве нападения, так и самому нападающему. Я уверен, что США не решатся на прямую военную агрессию после тех потерь, которые они понесли в Ираке и Афганистане. На днях Аятала Али Хаминеи предостерег от нападения на Иран и власти еврейского государства, который в Тегеране по традиции называют сионистским режимом. Мировые информагентства так перевели его заявление. Цитирую, любые непродуманные деяния влепят по Израилю. Конец цитаты. Ну а сам Израиль построит около полутора тысяч новых домов в Восточном Иерусалиме на западном берегу реки Ордан. Министр строительства страны Ури Ариэль объявил тендеры на строительство в еврейских поселениях, расположенных за так называемой «зеленой чертой». Как выразился чиновник, это достойный сионистский ответ на приведение к присяге палестинского правительства национального согласия. Оно было сформировано после согласования с исламистской группировкой Хамас, контролирующей сектор газа. Израиль, между тем, подвергся обстрелу с территории Сирии. В ночь на сегодня на голландских высотах разорвались несколько минометных снарядов. Ракеты упали на открытой местности и вызвали пожары. В результате взрывов никто не пострадал. В армии обороны Израиля считают, что это случайный обстрел. По ту сторону границы продолжаются столкновения между сирийскими правительственными войсками и повстанцами. Запад и Восток разошлись в оценках президентских выборов в Сирии. Страны Большой Семерки назвали фиктивным голосование, убедительную победу, в котором одержал действующий лидер Арабской Республики. В G7 считают, для Башара Асада нет будущего в Сирии. В Москве эту позицию не разделяют. В российском МИДе выборы назвали важным событием, обеспечивающим функционирование государственных институтов Арабской Республики. Реакцию стран Запада на Смоленской площади назвали легковесной и политизированной. А вице-премьер Дмитрий Рогозин и вовсе щел их политику, цитирую, тупой. По мнению замглавы российского правительства, она исплотила сирийский народ вокруг своего лидера. В самом Дамаске настаивают на демократическом характере голосования. Весть о победе Асада на выборах многие жители страны встретили ликованием и стрельбой в воздух. Жертвами шальных пуль стали несколько человек. Сирийский народ с отличием сдал тест на демократии. Люди показали пример демократии в ее лучшем проявлении. Эти выборы могут стать примером для остального мира. Показать, как прозрачно и честно можно организовать избирательный процесс. Черные флаги группировки исламского государства Ирака и Леванта были подняты сегодня над некоторыми правительственными зданиями иракского города Самарам. Суницкие экстремисты захватили несколько районов священного для шиитов центра, расположенного в 120 километрах к северу от Багдада. Вооруженные гранатометами, пулеметами и автоматами боевики ворвались в город с разных направлений рано утром. Они захватили ряд пропускных пунктов и полицейских участков. В ожесточенных столкновениях погибли не менее шести силовиков. Несколько десятков человек получили ранения. В их числе как военнослужащие, так и мирные жители. Некоторые районы Ирака еще в январе оказались под контролем исламистской группировки, связанной с Аль-Каидой. Боевики этой организации воюют и в соседней Сирии. Это были главные новости сегодняшнего дня, о которых мы успели вам рассказать. В студии работал Владимир Унанянс. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!